Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня хожу по огурцам, отвечаю на огуречные вопросы. Оказалось, это самая-самая актуальная тема. Каждый день 2, 3, 5, 6, 10 вопросов. Вот очередной вопрос. Зритель под именем Шамиль, ну может это сам Шамиль, может это его жена пишет. Он пишет. Огурцы в открытом грунте уже плоды снимаю, но листья желтеют. Что делать? Самый простой способ, но эффективный. Но вопрос, конечно, люди стараются коротко вот так вопрос сформулировать, что ничего не ясно. Я для себя несколько, как сказать, непоняток выявила, какие листья или нижние листья, или вся масса подряд желтеет. Потом выяснять причину будем. Но сейчас я камеру сниму, я сейчас буду по своим огурцам. У меня в открытом грунте нет огурцов, у меня огурцы только в теплице. Но все равно, такие же вопросы задают и люди, у которых в теплице тоже желтеют листья у огурцов. Сейчас будем разбираться. Если говорить в общем об огурцах, не разделяя на теплицу и на открытый грунт, на разные условия выращивания, то обычно пожелтение листьев, когда листья светлеют, желтеют, мельчают, чаще всего специалисты называют причину это недостаток азота. Потому что от недостатка азота не только у огурцов, у других растений тоже листья желтеют. Вторая причина это низкий температурный режим. Вы знаете, вот в этом году почти все регионы, жители всех регионов жалуются, что у них долго холодно, у них дождливая погода. И вот если открытый регион, то это вдвойне актуально. Если в теплице огурцам хоть немного потеплее, то при дождях, при низких ночных температурах желтеют листья огурцов. Но и началось даже не с пожелтения листьев. Я вот читаю комментарии, у многих огурцы в этом году в открытом грунте вообще не взошли, потому что холодно, они пересевали. У тех, у кого взошли, они вот взошли, 2-3 листа образовали и стояли в одной паре. Опять же, потому что сыро, потому что холодно, дожди. Даже если у кого не тормозили и не стояли в одной паре, а начали расти, многие пишут, что огурцы желтеют, огурцы вот такие вот, но видно, что на них без слез не глянешь. Конечно, это температурный режим. Я уже не раз говорила, что огурцы при температурах менее 15 градусов плюс, они тормозят, прекращают свой рост. У них могут и листья побледнеть, и пожелтеть, потому что все-таки это холодно. И если, к сожалению, не указана температура, если в открытом грунте у вас огурцы растут и температура низкая, то это вполне такое, ну, не из ряда вон выходящее явление, что желтеют листья. Но иногда есть еще одна причина, которая не так часто сказывается на пожелтение листьев. Вот я как сказала, что в первую очередь это недостаток азота, во вторую очередь низкие температуры. И еще иногда листья могут пожелтеть от нарушения режима полива. Ну, это просто так сказано, нарушение режима полива, такая формулировка. А вообще, если честно, просто некоторые заливают их, иногда даже заливают не сами, а в дождливую погоду, создается чрезмерное переувлажнение, вследствие которого корневая система начинает давать сбои. Ну, ясно, что все это сказывается на листьях. В таких ситуациях могут возникнуть и корневые гнили, от которых тоже будет растение чахнуть и желтеть, и различные другие неприятности. Все. Вот мы разобрали. Даже не зная, в каких условиях у вас выращиваются огурцы, холодно у вас или не холодно, вы должны знать, что на первом месте это недостаток азота. Подумайте, возможно, вы их не докормили, возможно, в грунте чего-то не хватает, тогда, может быть, вам поможет или комплексная подкормка минеральным удобрением с повышенным содержанием азота, или натуральная органическая подкормка. Как я уже говорила, люди применяют и травяные настои, и дрожжевые. Я вот сейчас поливаю куриным пометом настоем. Видите, у меня вот эта арка, она растет, она как на дрожжах, ее всю расперла во все стороны. Она уже все заполонила, весь этот угол. И вот по таким листьям, по крупным, по зеленым, видно, что им азота хватает, подкормка не нужна. И также они сигнализируют о том, что и температура их устраивает. Вот вы должны знать, или недостаток азота. Но если недостаток азота мы можем восполнить подкормками, то пониженные температуры, если особенно они у вас в открытом грунте, если ночью опускаются низкой температуры, вы, конечно, ничего не сделаете. Тут единственное, ждать тепла, ждать, когда условия наши погодные будут соответствовать огурцам, когда им понравится, будет тепло, у них и листья зазеленеют, и плодов будет больше, все будет прекрасно. Вот это мой ответ на ваш вопрос.